Здравствуйте, зрители, здравствуйте, слушатели, здравствуй, Олег. Здравствуй, Таня, здравствуйте всех, кто будет смотреть и слушать записки сумасшедшего, я им самим написан. Как это? Как управлять миром, не привлекая санитаров? Ну, где-то так, примерно в этом районе мы, как бы, на этой грани мы и балансируем. Ну, что я вам скажу, ребята, диалоги с Олегом мне очень нравятся, поскольку, ну, как-то же диалоги, да, я благодарный слушатель, потому что мне очень интересны его экскурсы в историю, мне очень интересно то, что он, как он вытаскивает исторические какие-то факты, накладывает на нынешние, вот это вот все перемешивается. В общем, я с удовольствием слушаю, поэтому даже не знаю, какое вступительное слово сказать, поскольку не знаю вообще, куда Олега занесет, у него своя понятие, мы никогда не договаривались. Я думаю, всех интересует из первых уст хотя бы пять минут, что происходит в Молдавии сегодня у нас. А, это да. Мы считаем не чужой себе, и поэтому лучше тебя нам никто не донесет. Ну, хорошо, тогда я буду вот с тобой, я буду немножко о Молдавии, да. Значит, пока у нас такое, знаешь, ну, вот такое ожидание, как только началось вот это зло, вот эта вся вот эта история, да, у нас мы живем в таком, знаешь, в режиме ожидания. Втянут нас или не втянут, вот это вот самое главное. Всех сейчас это волнует, а вот молдаван. Цены, конечно, растут, все растет, знаешь, еще мы переживаем по поводу, мы же газ получаем-то из России, да, нам больше получать как бы особо, нет, ниоткуда. Вот, и если сейчас пойдет вот эта вот история, что Россия все-таки перекроет этот газопровод, да, через Украину, а все идет к тому, у меня полное ощущение, а вот, то где мы будем харчеваться, один бог знает. Вот, поэтому все люди сейчас как-то заморочились на предмет, очень многие ставят себе эти фотовольтайки, какие-то солнечные батареи, какие-то вот эти вот, знаешь, потом переходят, вот у кого особенно в деревнях, знаешь, кто, ну, умные люди печки не сломали, а дураки такие, как я, без печки, понимаешь, живут. Вот, тоже вопрос возникает, а как вдруг что, есть вот эти вот котлы, которые на, как их, пилетах, да, вот что-то такое, мы уже думаем, может, прикупить, нехай будет, знаешь, это всякий случай, если вдруг с газом какая-то проблема. В общем, люди заняты исключительно вот такими вот вещами выживательными, плюс, опять же, очень многие, надо понимать, что очень многие в Молдавии как бы живут вот таким натуральным хозяйством, уже давным-давно себе выращивают, себе имеют, себе кушают, да, ну, как бы так. В этом году ужасная погода, засуха была такая, что урожая практически нет. Ну, вот люди прямо стали, я просто знаю, потому что я в деревне, я вижу, как это все, да, горит, как это все, вот, и, в общем, зима будет тяжелая. Вот мы, мы, полное ощущение, что мы, как эту зиму проживем, ну, в общем, один бог не хочет. Вот, у всех, кто более-менее такой умеет работать, может что-то делать, уже последние сваливают, да, потом многие отправляют детей, ну, вот, школу позаканчивали, все отправляют из Молдовы, потому что боятся, что, не дай бог, война начнется, чтобы, знаешь, не призвали. Ну, вот в таком вот, в таком состоянии мы живем непонятном, очень хочется, чтобы это поскорее уже закончилось, чтобы уже, знаешь, мы, мы хотя бы выдохнули, да, что, ничего не будет прилетать нам на голову, вот, потому что, когда, вот, последний раз, вот, в Рене сюда прилетело, мы же практически это видели, ну, это вот-вот у нас, вот, понимаешь, вот. И, ну, такое настроение у людей, ну, как тебе сказать, блин, ну, нас, у нас не смогли раскачать на, вот, русоход, ну, никак, блин, за 30 лет, ну, никак, понимаешь, и историю нам поменяли, языки нам поменяли, что только не делают они, ну, не получается. И единственная надежда на то, что они все-таки мониторят состояние, да, людей, как люди себя, это самое, смогут ли они натравить людей, как бы, мотивировать, да, на войну. Вот, то монитория Украину, они поняли, что они смогут их мотивировать, а монитория Молдовы, у меня есть надежда, что они понимают, что они не смогут, не смогут нас мотивировать, понимаешь. Вот, ну, вот такая вот история. Румыны, ну, что румыны? Румыны тут у нас везде, у нас уже практически, нами управляют румыны, мне уже у нас и армия зашла, и эти привезли гуманитарную, типа, военную помощь нам, черт его знает, чего там, знаешь, понапривозили, в общем, вооружают. Ну, вооружают, короче. Но мне такое ощущение, что это все вооружает не нас, это все-таки вооружает Украину. Вот, они там надумали какой-то мост строить, чтобы возить легче, понимаешь, было туда в Украину. А с вашей территории под видом вас наемники со всего мира не могут? Румыны могут. Они могут румын... Румыны те же самые, да. Их, как молдаван, подставят для того, чтобы в России, в том числе, вызвать... Они уже даже приняли такой закон, что у нас могут, типа, румыны служить. Ну, то есть, они могут у нас... Ударай, я слышал. Есть надежда на то, что, как бы, они... Ну, если румынов они зашлют... Но румыны тоже, знаешь, не дурные, я тебе скажу, что они там начинали с Гитлером, закончили со Сталином, там тоже мозги есть. Ну, как бы, у людей, понимаешь? И я мониторю румынские вот эти тиктоки, кто там, люди говорят, что это самое... Там тоже настроение такое, что там особо мотивировать народ на войну с Россией, вот румын, не получится. Нету там тоже никакой русофобии. Вот, особенная, знаешь, среди людей. Ну, вот, поэтому, ну, как-то так. Дальше ничего. Дальше будем видеть. Понятно. Спасибо. Ну, что тогда, я продолжу. Кстати, ты вот пока говорила, потом когда-нибудь еще можно будет поговорить о русском языке. Вот ты сказала, печку сломали. Вот как раз слово обеспеченный или беспечный. Он же от этого. Печки нету. Беспечный, это у которого нету печки, и он нищий. А обеспеченный, ему печка не нужна, его согреют другие. Вот смотри, да. Ты проявила беспечность, сломали. Я очень, да, большую глупость я сделала, конечно. Ну, у меня, я живу в лесу, у меня и газа тоже нету. И, в принципе, он мне не сильно-то и нужен. Я посчитал, что дровами дешевле, но вот сейчас хочу поставить тепловой насос попробовать. Вроде говорят, что очень эффективно. Ну, как бы давайте продолжим. Я предлагаю, ну, некоторые хотят, что о современности бы мы поговорили. Кто-то просит продолжить историю дальше. Вот я считаю так, что история очень важна по той причине, что мы с вами живем в доме, который разваливается. Вот весь мир на сегодняшний день разваливается. И у нас, ну вот, и, наверное, Таня не будет спорить, что и дом Молдавии разваливается в том числе. И можно его, конечно, пытаться замазать всякими замазками и стянуть стяжками. Но причина-то в фундаменте, а фундамент это вот наша история. То есть, если мы его там стянем стяжками, позамазываем немного, ну, через какое-то время мы опять с этим же столкнемся. Что и происходит вот с цикличностью раз в какое-то время. Ну, где-то в сто лет. А вообще неплохо бы, я все ленюсь как-то. Надо бы нарисовать график, с какой цикличностью это все происходит. Вот то, что сейчас происходит в России. Вот все эти либералы и так далее. Слушайте, это еще при Иване Грозном было. Курбский первый либерал. И потом огромное количество. Вот это все повторяется прямо вот с такой цикличностью. А это потому, что мы кардинально задачу не решаем. Мы симптоматику убираем, а причина-то болезни, она остается. Нам фундамент надо поменять. Но это не говорит о том, что надо сразу весь дом сломать до основания. Уже ломали, ничего хорошего. Жить-то где будем, когда сломаем. Надо потихонечку оценить, почему этот фундамент треснул. Рядом построить новый хороший фундамент, уже исключающий эти ошибки. И на нем начать потихонечку делать другие стены. И потом в этот дом новый переехать безболезненно, без всякого аврала. А фундамент и является, где ошибка заложена. Вот я в прошлый раз говорил про месяцы, да. Ну вот как мы, если мы сами глупости всякие говорим сами себе. И дальше продолжать про календарь. Так можно посмотреть на дни недели, посмотреть, как они у нас называются. Понедельник, после недели. Что такое, после какой недели? Ну вот по-украински воскресенье, неделя. А что это означает? Дела нет. День без дела, выходной. Нету дела, неделя. Понедельник, после недели, понятно. Вторник, второй, среда, середина. Четверг, четвертый, пятница, пятый. Потом бац, шаббат. Он откуда у нас взялся вообще? Потом воскресенье. Раз в семь дней. Ну вот элементарные вопросы. Вот откуда, когда все это началось? Когда пошло? Новый год. Почему мы его празднуем 31 января? И потом, почему у нас вот сейчас в июле был 31 день? Потом в августе 31 день. Это два месяца подряд по 31 дню. У нас в декабре 31 день. И в январе 31 день. Опять два месяца подряд. А бедный февраль 28. То прилепим один, то назад оторвем. Это же нелогично. Мы вообще живем в нелогичном мире. И у нас меридианы неправильно нарисованы. Ну вернее, они нарисованы-то правильно, а они нумеруются неправильно. У нас нулевой меридиан проходит по Гринвичу. Это потому что Лондон. Потому что вот он центр управления, скажем так. А в реальности откуда, если у нас один день это оборот земли вокруг своей оси, а один год это оборот земли вокруг Солнца. Ну вот у Солнца, когда земля оборачивается вокруг Солнца, у нее четыре контрольные точки. Апогей или гей. Значит, день, когда самая короткая ночь. Это 22 июня. И день, когда самый короткий день. Это 22 декабря. Оно все время в один тот же день случается. И два дня равноденствия. Когда земля овалом летит вокруг Солнца. Вот эти две точки. Это дни равноденствия. А эти дни точки. Одна самый короткий день, вторая самая короткая ночь. Ну вот выбирай любую за начало года. Почему выбрана 1 января? Да потому что вот как раз, чтобы нам голову заморочить. И вот нам надо разморочить голову свою. Морок этот сбросить с себя. А мы еще поэтому гороскопы какие-то строим. Верим, читаем вот эту вот, да, всю галиматью. Выискиваем по этим цифрам. У кого какие дни рождения там. И чего-то, чего влияет. Ребята, это все вот с самого начала заблуждения. Поэтому ни во что это верить. Я не рекомендовал бы. Вот все же когда и с чего это почему случилось. Ведь, как мы в прошлый раз говорили. Вот все сведения были знания свезены в Александрийскую библиотеку. И 300 лет она была открыта для всего мира. Туда приезжали ученые из всего мира. Получали знания. Оттуда вышел, ну, вот, например, Архимед. И вот яркий пример, почему надо было ее спрятать. Потому что, когда вы людям даете знания, то люди становятся вашими конкурентами. Они, умные люди, получившие знания, дают... Во-первых, они не хотят быть зависимы. Они хотят быть свободными. И, значит, когда они получают знания, они с помощью этих знаний могут победить и вас самих. Они конкурент... Ну, Архимед катапульту изобрел. И, значит, много всего еще там сказал. Дайте мне точку опоры, и я переверну эту землю. Ничего себе. Мы его сами научили этому. А теперь он, в принципе, может с нами и посоперничать. Мы не можем этого допустить. Вот поэтому и была, скорее всего... Сегодня происходит же то же самое. Посмотрите на детей элиты западных. Посмотрите на Джорджа Буша-младшего. Ну, это же Олига Фрэн. И на сына Байдена сегодняшнего. Они вырождаются. И вырождаются в том числе и элиты Великобритании. Вот то, что принцу... У нас же нам все время принцев показывают. У нас самые главные новости, чтобы фотографии были этих принцев, принцесс, всяких там на обложках, журналах нам рассказывают, как они... Мы очень интересуемся, как там какая-нибудь принцесса или принц, за кого там замуж вышли. И нам наследников показывают их всяких там. Вот ваши будущие правители. Но на самом деле им уже вот правителем не бывать. Потому что он женился на простолюдинке. И вообще непонятно, откуда взявшиеся девушки. И ему это дело позволили. Ведь психология... Кто такой король? Это представитель наш. Это как флаг. Вот мы все кланяемся, а следом за нами ему кланяются все вассалы. Мы готовы кланяться равному себе. А лучше, выше и древнее себя. А кланяться сыну простолюдинке, но это потерять свое лицо перед всеми остальными. Поэтому жениться по любви не может ни один король. Как бы мы древние роды со славной историей. И наши дети должны кланяться не сыну прачки, а детям аристократии и элиты. Про слово Эллины я в прошлый раз тоже не пояснил. Откуда оно взялось? Слово Эллины и Эллада происходят от верховного божества. Это был от них не Зевс. Зевс это так полубок земной. А верховное божество, создатель Зевса, это бог Эль. У арабов он трансформировался в Аль. А у евреев он трансформировался в Элохим. И поэтому Эллины это дети бога Эля. Скажем так. Так вот, скорее всего, именно в связи с этим и была спрятана Александрийская библиотека. Чтобы больше не учить и не давать эти знания. Потому что ее ученики и студенты представляли из себя уже конкуренцию на власть. И задавали много всяких неудобных вопросов. Что и сегодня происходит на самом деле, если кто-то думает о том, что он дает большое счастье своим детям, посылая в Гарвард и так далее. Ну вот я 30 лет уже наблюдаю, как во все состоятельные люди из многих бывших советских республик пытаются своих детей пристроить в какое-нибудь очень известное зарубежное высшее учебное заведение. Но я не видел оттуда выходца за эти 30 лет ни одного гениального и достигшего каких-то впечатляющих успехов человека. По одной простой причине... Да, вот у них президентов и Навальных они там учат очень хорошо. Это вопросов нет. Но они их учат для того, чтобы... Нет, у меня полное ощущение, что у них для своих одно образование, а для вот этих совсем другое. Ну, то есть... А я об этом ровно. Я ровно об этом. Что они не заинтересованы. Вот они нас победили, Советский Союз, они так считают. И с какой стати они побежденному вооружат его оружием, знаниями в данном случае, с помощью которых они нас победили. Для того, чтобы мы с помощью этого оружия смогли бы победить их. Ну, или как минимум освободиться бы из их колониального гнета. Они в этом крайне не заинтересованы. Они никогда не дадут те же знания. Я вот учился в свое время и на параллельных потоках со мной. И в общежитии вместе жили. Много выходцев из африканских стран с нами учились. И мы с ними встречались крайне редко на общих лекциях. Ну, в лучшем случае раза 3-4 в семестр. А все остальное время их учили в отдельных группах. И я уверен, что и наши то же самое не давали им все знания до конца. Поэтому не нужно совершать таких ошибок, отправляя своих детей. Нет, ездить туда там по уже состоявшимся, чтобы перенять опыт и научиться чему-то. Да. А отправлять с нуля туда получать и думая, что они... Нет, связи они там получат, безусловно, но знаний, скорее всего, нет. И навсегда их знания будут испорчены вот тем, что они туда вам расскажут. Так вот, скорее всего, библиотека Александрийская изначально была перенесена в Рим. Календарь, который мы сегодня пользуемся, называется Юлианский календарь. И месяц июль назван в честь Гая и Юлия Цезаря. То есть, изначально он был изобретен во времена правления Гая и Юлия Цезаря. Как вы помните, Гая и Юлий Цезарь это был во времена последней правительницы Александрии Клеопатры. Про-пра-пра-пра там внучки Птолемея Сатера. Это была последняя царица из рода Птолемея. Скорее всего, вот именно в этот момент центр власти и науки и образования из Александрии был перенесен в Рим. Именно поэтому Цезарь это в кино, которое сами же американцы сняли Клеопатра, помните, там годов 60-х такой фильм был очень цветной, но мое поколение его точно помнит очень хорошо, как Цезарь привез Клеопатру в Рим как царицу, так она и была настоящей царицей, она была правительницей Рима до того момента. И именно поэтому у нас 31 день в месяце июля, а его следом Юлия Цезаря зарезали. Вроде как так история говорит, кто ее писал, не знаю, возможно, все было и не так. Потом Марк Аврелий тоже был пленен Клеопатрой и приемный сын Цезаря убивает Аврелия, он сам там зарезался и Клеопатра принимает яд и все. Вот власть оказывается полностью в руках Актавиана и Актавиан начал свое правление до нашей эры, а закончил его, умер в 14 году нашей эры. Это значит понятие наша эра было введено во времена царствования Актавиана Августа. И именно он и перенес Александрийскую библиотеку в Рим и именно он скорее всего является основателем Ватикана. Значит потом уже новая эра ну новая эра понятно привязана к принятию христианства. Нигде не скрывается вообще вот все эти знания не скрывает никто. Они лежат в открытую и весь расчет на то что никто этим не будет интересоваться. Ну как мы все верили в марксизм ленинизм 99% населения ни маркса не зависли зависли чуть-чуть зависали большинство большинство подавляющее верующих не читало ни Библию ни Коран не Тор и так же как маркс и ингельс не читали в лучшем случае знают 10 заповедей и создали сами себе представление о том что такое и в это сами уверовали то есть первоисточнику и на это и расчет на самом деле то есть Библия написана в Александрийской библиотеке впервые называлась она Септуагинта легенда такая что Птолемей Сатер в этих свитках которые были в Александрийской библиотеке были якобы какие-то древние еврейские тексты он позвал 70 мудрецов которые ему там сколько-то лет переводили и это и был Ветхий Завет оригиналов нет ни того ни другого вопрос переводили или писали заново как бы ну вот это и не скрывается можно на сайте Патриархии Российской РПЦ это все написано пожалуйста то есть там Википедию откройте там все это есть это никакая там ну просто это никто не читает на самом деле никому ничего не надо ну вот у нас так и вот оттуда Рим потом торговый путь сместился в Босфор и Дарданелло там было самое богатое место а в округе грабить было некому нечего уже Риму и Рим был армией направленной на разграбление но никак не на торговлю поскольку вот все даже Юлий Цезарь там и все их правители до этого это ну военачальники хунта хунта скажем так правила хунта ну да военная хунта такая как и Соединенный Штат на самом деле сегодня вот открылся путь Великий Шелковый и путь из варягов греки оба сходились на Босфор и Дарданелло карт полного в интернете как они проходили и естественно надо было перенести туда ну вот эти самые старые роды вместе с деньгами и со всем имуществом хорошим туда и переехали когда этот путь иссяк иссяк он по одной простой причине ну вот я не знаю что там в Китае творилось в это время возможно там какие-то смуты были у России открылся путь в Персию по Волге в это время придумали уже если до этого было каботажное плавание вдоль берега сейчас изобрели секстант там компас и можно было плавать в открытых морях в открытом море в открытом океане не заблудившись значит и поэтому эти богатства были пересены оттуда в Венецию и Гену это были наиболее в то время такие точки лучшие и потом Амстердам вот а дальше вот Лондон поскольку они все время любят так что в отдалении где-то на острове лучше и где-то находится государство армия которую можно использовать как прокси силу такой в любой момент в случае победы нам достается все в случае поражения мы не виноваты сейчас они действуют точно так ничего не поменялось абсолютно да ничего не поменялось но дело в том что если мы оставим все наше мировоззрение в том же самом состоянии мы оставим тот же самый календарь мы мы сами все будем так и врать бесконечно и у нас ничего получаться так до конца и не будет надо вот чтобы вот это осознавать и уже исходя отсюда и делать какие-то выводы и вот опираясь на то что мы понимаем кто нам противостоит ну вот принимать решение и если нас украинцы смотрят думайте кто наш общий враг кто наш общий враг с молдаванами кто наш общий враг с казахами кто наш общий враг с узбеками ну со всеми народами на самом деле что происходит на сегодняшний день в Индии вот я не взял сейчас к сожалению да я наверное ради этого или нет неправильно будет отойти принести у меня есть баночка я остановлю подожди я остановлю не вопрос сходи сходи я потом склею запись пошла вот так видно чуть-чуть подожди подожди сейчас секундочку чуть-чуть ближе вернее дальше потому что пошли какие-то эти квадраты блики о все выровнялось да есть сверху видите что написано белым на синем фоне бритиш колонии колонии британская колония это индийский чай который я купил у себя в магазине полгода назад примерно коробку специально сохранил как вот они даже не скрывают до сегодняшнего дня то есть они берут индийский чай и пишут на нем британская колония и поэтому считать а вот вы представьте себе вы молдаване и продается молдавское вино а на нем написано ближ колонии вам понравится вот представьте себе как что чувствуют иудусы видео и но если они не протестуют и если они значит не делают не подают на них какие-нибудь международные суды и так далее значит они признают на сегодняшний день пока именно поэтому вот когда пишут почему там Индия отказывается делать то или Индия отказывается делать это но она до сих пор продолжает она очень хочет освободиться безусловно но она продолжает быть британской колонией и когда вот я себе представляю что в течение такого количества лет огромного Индия брела британской колонии там постиндийская компания заправляла всем ну всем ну да Джавахарлал Неру там в середине 20 века вроде бы как получил независимость ну что значит независимость значит у них перестал сидеть физически вице-король Индии нету английской администрации ну а все экономические то есть все эти чайные плантации фабрики фабрики по изготовлению специй текстильные предприятия и так далее они остались в собственности английских аристократов но то есть смотрите вот мы с вами потребляем индийский чай Липтон или там вот Ричмонд а почему он выращен в Индии я был на плантациях видел как там я ни одного англичанина не видел вообще на индийской земле индийскими руками собирается индийский чай сушится пасуется там же прямо на этой фабрике я был где они это делали ну я был не в Индии а на Шри-Ланке ну разница небольшая как бы целом да а написано на нем английский завтрак и он идет в английской упаковке и написано там на этой пачке Лондон ну такая же история с итальянским кофе да кофе в Италии не растет и в Германии кофе не растет и что удивительно не растет даже в Швейцарии ну почему-то по всему миру продается ну кто реальные хозяева всего этого дела вот так же на сегодняшний день обстоят дела в Европе мы можем перескочить потом может Россию я отдельно как-нибудь а то сказать хочется много и я вот так вот иногда прыгаю с места на место ну во-первых у меня и опыта нет такого я вот третий раз только с тобой потихоньку потихоньку ну кстати у тебя опыта у меня нет практически никакого в таком формате выступать вот в тринадцатом году была образована федеральная резервная система надо было разрушить всю мировую систему валютную для того чтобы доллар стал самой сильной единицей во всем мире ну в первую мировую войну это частично получилось но не до конца кто проиграл в первой мировой войне немцы больше всех была наложена контрибуция которую они по-моему вот несколько лет назад только выплатили за первую мировую войну ну там что очень жестко их опустили совсем и в это время Советский Союз в буднях рабочих строек первые пятилетки а в Соединенных Штатах великая депрессия в связи с чем депрессия ну их очевидно вся промышленность во время первой мировой войны активно развивалась и делала поставки на все воевающие страны до одной и Россия и Германия и Франция и всем всем воюющим странам они поставляли обмундирование боеприпасы вооружение на самом деле война дает большой мультипликатор ну в плане конечно а потом они все остались эти заводы неудил после того когда закончилась первая мировая война ну вот они получили и надо было искать рынки быта и они их и нашли в Советском Союзе и Тань ты что-то хотела сказать не 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 а то у меня телефон упал вот и начали создавать индустрию Советского Союза значит и одновременно с этим создавать индустрию западной Германии посмотрите после первой мировой войны немцам как и сейчас было запрещено иметь свое вооружение вообще производство оружия и вдруг откуда ни возьмись в 39 году Германия в котором нет практически полезных ископаемых появилось огромное количество всяких подводных лодок кораблей танков самолетов ну и всего такого прочего ты сейчас хочешь сказать что Америка помогала индустриализироваться двум странам после чего экстравил ну как бы да я просто к тому что из себя сегодня подвожу к тому что из себя представляет Европа на сегодняшний день ведь вот у нас люди как-то так случилось в 90-х по большому счету и в конце наверное 90-х забыли что мир на сегодняшний день разделен по Ялтинской конференции 1945 года которая состоялась в Крыму и он до сих пор и вот подписанные тогда документы они вот на сегодняшний день и делят наш мир на два лагеря Советскому Союзу досталась вся Восточная Европа плюс там Монголия Аглосаксонскому миру досталась вся Западная Европа я лично служил в группе Советских войск Германии в оккупационных войсках и я видел что ну как бы мы там были хозяевами на самом деле а никакие не немцы и там Эрик Хонекер слова никакого не имел и назначался он из Кремля так точно так же делали и продолжают делать и Соединенные Штаты это мы в 90-м году ушли с оккупированных территорий полностью со всех у нас же войска везде стояли в Польше в Германии в Румынии в Чехловакии в Болгарии везде и мы отовсюду ушли и многие наверное подумали что ушли и они никуда не уходили они вот как были там вот самая крупная база американская находится на сегодняшний день в Германии в Рамштайне а вообще по всему миру у них больше 700 баз ну если у вас в доме сидит бандит у которого лежит на коленях автомат то кто хозяин в этом доме вы или вот этот вот бандит и поэтому а почему они живут хорошо лучше нас почему живут ну тоже по-моему вполне очевидно во-первых посмотрите ну допустим фотографии Варшавы с 45-го года там ни одного целого дома вообще в принципе а на груди его светилась медаль за город Будапешт Будапешт лежал в таких же руинах Прага то есть нам досталось полностью а уж про Россию Белоруссию Украину я и говорить не хочу там камня на камне во-первых сами взрывали то что вывести не смогли а потом немцы все это доломали то есть 45-й год у них полностью нетронутая рабочая инфраструктура их никто не бомбил никто Париж не бомбил никто не бомбил Лиссабон никто не бомбил значит Мадрид ну и так далее да мосты дороги вокзалы и самое главное люди у нас то сколько человек осталось работоспособных ведь на фронте погибали в основном самые смелые так они самые лучшие работники они что на производстве были самые лучшие что на фронте были самые лучшие их первых убили как бы они пришли без рук без ног у вас ни жилья ни заводов ни мостов ни железнодорожных вокзалов а у них наоборот все это время всю войну все работало наоборот и это значит что у них фабрики работали осваивали новые технологии и они встретили просто во все оружие а у нас вообще ничего жить не в землянках ну и кто должен быть лучше жить у кого должны колготки были красивые появиться в первую очередь они кроме этого всего начали сразу нас прощать там ядерной бомбой и так далее нам вместо того чтобы колготки шить и джинсы надо было каким-то образом защищаться от этого всего ну как-то вот так и там нет в Европе ни одной такой свободы страны до конца вот вот эта вся аристократия она себя не ассоциирует ни с одной страной ни с одной странами они как меняли Рим и переезжали потом в Византию как меняли Александрию переезжали в Рим как потом из Александрии или из Византии переезжали в Венецию и Гену в Амстердам и в Лондон они также сейчас приедут куда хотят и плевать они хотели на все эти нации на всех этих англичан шведов французов и так далее у них нет национальности вот они на самом деле могут себя называть гражданами мира и судя по всему что они сейчас эту Европу они ее и согнали в общей концлаге с той целью что вот откалывающиеся куски от Советского Союза их надо было куда-то собирать ну вот они должны были куда-то войти эти куски для этого нужно было объединение такое а-ля Евросоюз вот они его и создали а на сегодняшний день он нам стал не нужен почему стал не нужен вот был нужен и почему они так хорошо развились Япония и Корея там и все такое прочее был принят план маршала что он из себя представляет вот мы вас выиграли у вас вы нам должны они говорят да хорошо мы согласны мы должны только у нас ничего нет они говорят хорошо мы дадим вам деньги мы дадим вам технологии и мы дадим вам полезные ископаемые из которых вы будете это все производить и поставлять нам и посмотрите стоимость Мерседеса в Германии и стоимость Мерседеса в Соединенных Штатах он больше чем на 40% дешевле стоит в Соединенных Штатах чем в Германии как это может быть вот точно на том это дань когда у меня знакомый немец был вот мы с ним разговаривали и я его спрашиваю а ты знаешь еще кому Мерседесу как кто же этого не знает Джейнерал Моторс хозяин Мерседеса не немец это не немецкий автомобиль и так всего всех итальянских Феррари фиатов и так далее но вы не можете сначала выиграть войну а потом дать развиться местным вы у них отберете все это будет записано на вас ну и пускай это будет это для публики для бюргеров чтобы им было чтобы они не бунтовали и думали что это их хороший автомобиль нет руки там технологии все есть только принадлежит а на сегодняшний день они понимают что ну кризис большой Соединенные Штаты долг такой что он больше в принципе не подъемный и наращивать его как бы уже а тем более Китай с Россией не хотят вкладывать больше в американские долговые бумаги нам надо перевстраивать вот у нас на заводе кризис кого я в первую очередь буду увольнять я не буду увольнять того кто мне реально приносит деньги тот кто работает и поте лица и за счет чего я зарабатывать начну я буду в первую очередь увольнять того кто меньше всех приносит пользы но больше всех потребляет у кого самая высокая заработная плата но это сегодняшний день Европа потому что большинство своих производств они перенесли в Китай вот если раньше я помню когда я в Италию первый раз в поездку экскурсионную поехал это было самое начало 2000-х годов вот может быть 2000-2001 там второй какой-нибудь и самолет летел времени со мной пол самолета летело челноков которые там закупались на фабриках нас там в автобусный тур повезли а потом мы с этими же людьми через неделю вернулись с этого автобусного тура и из этого же времени улетали вот там были куча фабрик куча заводов которые производили это все прошло всего лишь 20 лет и там ни фабрик ни заводов нету они все перенесли в Мой город где жила есть промзона есть жилая зона вот я как раз жила недалеко от промзоны так вот допустим там 8 заводиков из 8 2 и то наполовину работают все остальные уже там ну это так и есть я поехал станок покупать в Италию в Милан и они меня долго-долго водили там за нас кругами я им говорю производство покажите в конце концов вы что мы они идут зачем тебе смотреть мы тебе все поставим покажите производство приводят производство цех открывают там полтора землекопа и куча ящиков с китайскими иероглифами ну понятно какое у них производство то есть и вот я владелец всего этого всем миром владею у меня кризис вот европейцы привыкли много хорошо вкусно потреблять а производить они уже в принципе ничего не производят они мне зачем ну их в первую очередь и надо под нож обезжирить вот то что происходит на сегодняшний день с Европой почему Турция не член Евросоюза и почему может так себя вести и у нее ни у кого из Евросоюза нету армии своей ну за исключением французского наемного легиона для того чтобы по колониям по своим там успокаивать бунты всякие потому что они проигравшие а Турция не входила она вообще не воевала во второй мировой войне она не проигрывала англосаксам вторую мировую войну и она вроде как и показывает с одной стороны что вы не берете меня в Евросоюз вы плохие и все такое проще на самом деле я думаю что Эрдоган и близко не стремится войти ни в какой Евросоюз зачем это ему надо он сегодня самостоятельная более-менее фигура ну понятно что он там через свифт там через космос через много чего завязан на англосаксов но у него относительно больше свободы чем у любого Макрона там этого забыл как там не надо запоминать там бесполезно они все но не субъекты ну да то есть и все ему не нужен этот Евросоюз зачем он туда вступит и и будет потом у них выпрашивать сколько денег они ему дадут пока они у него он сам распоряжается ему это совершенно не нужно и что такое значит Эрдоган вот несколько лет назад был крик такой когда он купил С-300 и почему это имеет такое большое значение почему американцев такие штыки встретили и почему для нас это имеет большое значение вот я служил когда в армии в Германии я был стрелком зенитчиком стрела 2М это которая по самолетам с плеча стреляет такая штука вот тогда для того чтобы случайно не сбить свой самолет была такая табличка на палочке и на самолет направляешь и туда идет сигнал ты свой обратно сигнал я свой и если свой зелененький огонечек по нему не стреляешь а вот красненький тогда можно это чужой а потом в середине моей службы пришел другой комплекс игла и в том уже автоматически было вшито там даже если врагу достанется твоя эта игла она по своему самолету не сойдет ну вот в С-300 это однозначно то же самое сделано что она по российским самолетам российских вооруженных сил стрелять не может а тогда по кому может против кого куплено против самолетов НАТО так ты член НАТО это значит что Эрдоган тем самым показывает о том что я вам не доверяю ребята вы же если что меня бомбить будете а ваш патриот он точно так же устроен он тоже не будет стрелять по вашим самолетам и вы меня безнаказанно будете бомбить как бы ну вот позиция Турции на сегодняшний день и позиция на сегодняшний день Европы примерно вот такая ну вот я наверное бы на сегодняшний день на этом и закончил потому что дальше уже надо новую тему начинать и она так долго по времени будет продолжаться если есть вопросы какие-то а еще знаешь у меня вопрос знаешь какой к тебе как называется твоя турбаза в гостях у сказки где находится Нижегородская область город Выкса давай мы сделаем а это если для людей которые лучше знают рядом город Муром давай мы с тобой сделаем экскурсию по твоей турбазе и напишем визиты все дела ну как бы мы пока экскурсию будем делать люди уже сейчас в интернете у меня сайт есть там все пожалуйста виртуальный одно дело виртуально другое дело когда ты сам ходишь с камерой и все рассказываешь а ну это можно сделать я бы хотел и что как почем какие какие есть у тебя там всякие услуги какой чего мне бы не как неудобно это получится что я тут рекламирую мне бы хотел я тут о высоком знаешь а тут сразу мелочные интересы какие-то свои подвиги мне интересно что у тебя там а вдруг я захочу приехать а вдруг мне понравится много людей смотрят тоже знаешь иногда вот какие-то вещи ну как тебе объяснить вот вроде хочется куда-то поехать а ты не знаешь куда да то что ты себе знаешь какие-то туристические маршруты они тебе неинтересны не знаю садишь крутишься а тут раз попадается вот туда до сегодня в россии полно куда не приедешь где каждый угол отремонтирован очень сложно человеку самому очень сложно вот здесь вот своей голове сориентировать что он хочет понимаешь где искать и чего и в какой стороне в общем все в экскурсии с тебя спасибо мы как-нибудь днем с тобой свяжемся а ты просто с телефоном пойдем посмотрим ну я объясню вообще раз что там турбаза завод значит в десятом году я когда были пожары и вся Москва была в дыму страшенном я помню что не задохнуло всегда стал задумываться как бы я вот думаю что я все отдам ничего не надо там никаких дорогих квартир машин я хочу чистый свежий воздух просто это настолько для меня дорого и стал задумываться а где живут самые богатые люди планеты и самые богатые люди планеты которые могут позволить себе любой питхаус предпочитают жить на ранчо на своем ну либо в замке в своем и рядом с замком обязательно им произволят продукты питания свои которые они хоть самолетами из любого точки мира свежие будут возить каждый день однако же они предпочитают это то есть качество жизни они оценивают совершенно по-другому не так как нам навязывают там всякое шабло машины там какие у тебя телефоны модные не модные для них первое очередное качество жизни это качество воздуха которым ты дышишь качество продуктов которых ты употребляешь пищу и качество воды которую ты пьешь это вот основное а это в городе недостижимо и со следующим технологическим укладом уже сейчас видно что люди будут разъезжаться из городов ну вот смотри сейчас удаленка коронавирус этот показал что вполне себе люди могут очень многие офисные работники работать удаленно и а когда ты работаешь удаленно то ты сначала работаешь в квартире а потом думаешь я же на даче тоже могу это делать там же лучше там соловьи поют босиком и не только работать но и детей можно учить ну на худой конец да естественно конечно у меня сейчас внучка занимается постоянно по этому самому это вот это первые ростки от собственника вот я допустим я реально понимаю что а зачем содержать этот дорогой офис за него надо платить там и все такое прочее и а смысл потом у человека качество жизни он полтора часа едет на работу полтора часа с работы у него три часа это в Москве это московский да то есть у тебя три часа каждый день жизни вон и ты а дальше-то ведь те кто обслуживает этот офисных сотрудников этих которые их стригут которые маникюры делают которые ну все вот кто за счет того что их обслуживает тоже зарабатывает они поедут вслед за ними если эти поедут на дачу ну и эти поедут туда же и поэтому я вот принял решение для себя что я тоже не хочу тратить свою жизнь на стояние в проках вот я в одиннадцатом году в десятом надышался этим всем начал искать и в одиннадцатом году я купил турбазу здесь здесь моя родина я здесь родился и на реке прям живу здесь сюда у меня стадо свое 150 голов мясных коров то есть я еще и термин как я тебя понимаю ну нам с тобой война не страшно ничего вообще пофиг у меня есть коза у меня есть самогонный аппарат у меня есть куры и у меня что еще есть самогонный аппарат саможгал ты понимаешь это валюта да самогонный аппарат у каждого уважающегося человека есть это валюта сегодня невозможно пить этот шмурдяк который продается ну вот я реально понимаю когда ты приезжаешь в каждый город мира куда бы ты ни пришел ты везде без проблем можешь купить французское вино либо шотландский виски ребята во Франции винограда столько нету чтобы французское вино продавалось всеместно посмотрите на грецких орешках такой взрыв иммунитета дает который бывает иногда прозреваешь зрение улучшается вот вам простая экономика вы не хотите ничего мутить никого обманывать вы начинаете делать какой-нибудь продукт ну пельмени лепить хорошие свои качественные развезли по сетевым магазинам сделали тысячу пачек сетевые магазины долго-долго не распробовали в один прекрасный момент стрельнуло вам на будущий год заказывают сто тысяч пачек в месяц ваши действия у вас возможностей таких их сделать нету либо вы отказываетесь от рынка либо вы начинаете гнать под своими этикетками все подряд и что попало да согласна ладно Олег спасибо большое в общем экскурсия с тебя до следующей встречи да спасибо до свидания пока